Всем привет! Сегодня я поговорю об этой палетке от бренда NYX, которая называется Ultimate Utopia. Мне уже есть что сказать, потому что палетка у меня появилась больше недели назад, и я активно ей пользовалась. Точно я с ней сделала 6 макияжей полноценных, с которыми проходила весь день, но я еще периодически сводчила, что-то там дополнительно наносила на глаза, то есть по полу я пыталась изучить эту палетку на разных базах, так что есть информация. В палетке всего 16 оттенков, она вот такая маленькая, нет у нее никакого зеркала, просто прозрачная крышка. Сзади тут отмечены оттенки, которые являются пигментами, и если вот эту пленочку тут снять, тут будет подробно написано про каждый оттенок, так что все здесь продумано. Честно признаюсь, я не люблю тени от бренда NYX, или может быть с этой палеткой что-то изменится. В разное время я покупала периодически тени от NYX, у меня было 4 палетки, постепенно я их все раздала, потому что что-то меня в них не устраивало. Хотя, конечно, я скажу, что со временем они постепенно становились лучше и лучше. Первые мои две палетки это Golden Horizon и что-то там Smokey, что-то такое. Я, честно говоря, тогда вообще не могла понять, как ими краситься, потому что в Golden Horizon не было вообще никакого, или Horizons, не было вообще никакого пигмента. Мне приходилось наслаивать и наслаивать, хотя вроде бы как нюдовая палетка, но все равно не получалось ничего. Палетка Smokey, я, честно говоря, не очень помню, что там произошло, почему она мне не понравилась, что-то я не могла и не умела нормально пользоваться. Ну, то есть, может быть, не к палетке претензии, а ко мне. Прошло время, у меня появилась палетка Riot, такая четверка, которую все нахваливали. И что касается пигментации, она, конечно, была очень хорошая, но что-то напряжное она какая-то была. Мне казалось, слишком долго мне приходится тушевать, слишком долго там что-то наслаивать. И в итоге я ее отдала подруге, которой тоже хотелось ее очень попробовать, но она не успела купить. Хотя я тоже не успела купить, мне тогда тоже эту палетку отдали. И последняя у меня была палетка, которую я отдала, она называется Lingerie, что-то просто матовая, вот такая шестерка. И там, опять же, вроде бы как с тушевкой было получше все, но опять что-то меня там не устраивало. И в итоге я ее опять же отдала, потому что я решила, что я нормально ей не пользуюсь, а кому-то все-таки поинтереснее будет пользоваться. Поэтому я ее тоже отдала. Несмотря на то, что я поняла, что мне что-то не нравится тень от NYX, я как-то не успокаивалась. И когда у них что-то новое выходило, меня интересовало. Меня очень интересовала палетка Ignite из линейки Mechanist. Но я не успела ее купить, ну и за границей я ее не стала заказывать. Но когда я увидела большую Utopia, я подумала, блин, она такая красивая, это же супер. И я еще тогда подумала, если сделают маленькую, я куплю маленькую. И вот мне сделали маленькую. Я ее заказала на Beauty Leash. Я видела, что вроде бы как NYX обещают, что она придет и в Россию. Не знаю, как ее там раскупят. Но мне очень хотелось ее попробовать, было очень интересно. И даже я была готова воспринять те же самые тени NYX, которые мне когда-то тогда не нравились. Но вот эта цветовая гамма, она мне кажется просто потрясающей. Давайте теперь я так покажу один из макияжей, который я с ней сделала. А потом расскажу подробнее про палетку. И даже, наверное, пройдусь по критериям. Потому что, наверное, так лучше будет картина. Ну что, приступим. Это уже будет какой по счету? Четвертый, по-моему, макияж с этой палеткой. И у меня веки подготовлены. Но у меня не база, а катриск-амуфляж. Я тут открыла для себя катриск-амуфляж в шайбе. Была, конечно, удивлена, что раньше не пробовала. Этот светленький оттеночек. Сейчас пройдусь по всему веку. Он практически никакого цвета не дает. Не знаю, мне кажется, здесь невероятно красивый вот этот оттенок. Это такой потрясающий, переливающийся цвет. Я уже им, конечно, красилась. Я уже всеми здесь оттенками красилась. Сейчас буду красить просто так, как чувствую. Я начну с вот этого розоватого цвета. Набираю его на кисточку от Рублев 208. Из серии Moonlight. Я тут поняла, что те, у которых номера начинаются на 200, это синтетический ворс. А те, у которых на 100, это натуральный. И все коза. Синтетическая коза. Ничего себе, я что-то не ожидала, что сейчас так этот цвет ляжет. Слишком много набрала. Или просто потому, что я ни разу этой кисточкой не наносила. Но очень, очень ярко получается. Здесь я случайно так попала. А здесь я специально так делаю. Пусть будет почти до бровей. Все отлично тушуется. Мне очень понравилось, что все отлично тушуется. Потому что раньше у меня были всегда претензии. Либо нет цвета, либо все фигово тушуется. Здесь у некоторых нет цвета, но все тушуются хорошо. У этого оттенка цвет, видимо, все же есть. Отлично еще все перевернулось. Я прям даже удивлена. Прям удивлена. Я его как-то так слабо, что ли, раньше наносила или другую кисточкой. Я возьму дальше тоже рублев. И кисточка номер 207. И возьму цвет, наверное, вот этот вот баклажановый цвет возьму. Так вот он набрался. И здесь чуть-чуть затягиваю. Что-то как-то все так посыщенное. Это серьезно, мне кажется, это все на этих кисточках. Предыдущие макияжи я делала, но я каждый раз разные брала кисточки. Сейчас я прям в шоке. Этим цветом я окрасилась, кстати. Да, он мне изначально тоже показался намного ярче, чем я ожидала. Но это так, как я привыкла, что все же NYX не сильно пигментированная. Даже поосторожнее внесу. На эту сторону я наслаиваю и тушую. Наслаиваю и тушую. А здесь я прям нанесла и только тушевала. Очень глубоко я это все дело разнесла. Вообще не та задумка была. Снова беру 208 кисточку. Ничего я не набираю. И просто вот поверх тем, что тут осталось, я хочу потушевать и растушевать. Ну, на этом глазу, как обычно, немножко странно. На этом чуть получше. Но мне нравится, что у меня вот сюда прям сильно на верхнем слое. У меня получился такой хороший переход. Вернее, какой переход? Можно сказать, четкая линия получилась. Я там чуть-чуть еще потом дотушую. И здесь я хочу. Я разошлась, я хочу сюда тоже уйти. Вот здесь немножко, я вижу, чуть-чуть неоднородно легло. Но это я просто сейчас всматриваюсь. А так не особенно это заметно. Но это, вот здесь, например, я не вижу здесь такой проблемы. Здесь, мне кажется, нормально все легло. А вот здесь чуть более неоднородно. Но это потому, что у меня тут такие веки. На маленькую кисточку от Essence я наберу вот этот красивейший оттенок. И по нижнему веку пройдусь. По нижней линии роста ресниц. Даже скорее. Снова возьму вот этот розоватый на кисточку 205 от Рублев. Прям нравятся мне кисточки Рублев. Именно вот эту вот серию я пробовала. Мне прям очень нравится. Прям пигментация аж прям не никс. Ну вот реально. Я даже не знаю. Ну прям серьезно вот. Все же я же все затеяла вокруг этого оттенка. Да, я его даже нанести. Но я, конечно, его могу и сюда нанести. И он, в принципе, держится и держался у меня там. Но я хочу, чтобы он был поярче. Я возьму Супербонд от Pro Makeup Lab. Возьму от Ifrush такую плоскую кисточку. Наберу я этот самый Супербонд. И так вот чуть-чуть здесь пройдусь. Тут, где я хочу, чтобы он у меня был. И вот пусть там чуть-чуть подсохнет это дело. А я пока подумаю, что дальше наносить. Возьму, наверное, кисточку от Real Techniques. И нанесу вот этот вот оттенок. Он как бы просто белый, но в нем блестки. Я им прохожусь обычно под бровью. Ну и тут остаются только блестки. И чуть-чуть можно подпушевать им, как бы, чтобы подровнять. Вот у меня подсохла база эта. Нанесу пальцем вот этот цвет. Вот он такой. Эфигенно красивый. О, видите, у меня что-то подпортилось. Подпортились тени под базой. И все. Раз-два. И наносится, и будет держаться. И зато красота. Ну, я просто наносила без дополнительной базы. Просто наносила на обычную базу. И все хорошо было. Может, не было такой интенсивности, конечно. Но держалось все и было красиво все равно. Вот по цветам, конечно, офигенная подборка. Мне кажется, очень красиво. И сейчас я чуть-чуть еще сверху пройдусь к этой кисточке. Мне кажется, надо набрать. А, хотя тут и так полного цвета осталось. Я здесь чуть-чуть пройдусь. Здесь есть некоторые минусы, на мой взгляд. Здесь нет нормального какого-то оттенка, чтобы внутренний уголок высветлить. Но возьму я зеленый. Я обычно его и беру. Я беру его на кисточку номер 11 от Beige Cosmetics. И я просто вот так сюда нанесу. Ну, как бы, если это дополнительную базу не хочу, пусть будет так вот, как есть. Именно такой макияж я первый раз сделала. Сейчас это все из-за кистей. Я даже не ожидала, что это будет. Насчет осыпашек. Осыпашек есть. Есть осыпашки. Потому что все же блески. Там, где блески, там есть эти самые осыпашки. И вот фиг их уберешь. И надо было скотчем убирать. Даже приготовила я его, но не убрала. Я теперь должна подрисовать себе карандашами. Сверху у меня будет вот этот карандаш от Maybelline. Снизу у меня будут два карандаша. Один от Yves Rocher, другой от NYX. Тушь у меня будет вот этот L'Oreal Telescope. Я все пытаюсь разобраться, как она. Норм или не норм. Вроде бы ничего. Но не знаю. Не похоже на ту, которой я пользовалась раньше. Все, мой макияж готов. Больше я делать не буду. Я и так считаю, что он у меня получился необычно ярким для меня. И я, честно говоря, не планировала сделать такой макияж. Сейчас у меня поднялись эти блесточки чуть-чуть наверх. Но мне нормально. Потому что, мне кажется, для этого всего образа очень даже круто получилось. Вот так. Очень красиво. Очень красиво. Мне очень нравится. Не знаю, как это будет... Как я так в целом себя буду воспринимать. Мне нравится макияж только на глазах. Возможно, здесь именно темные оттенки, конечно, они яркие. Но видите, как получилось. Честно говоря, я сейчас не ожидала, что так ярко вот это все получится с розовым. Потому что розовым я вообще красилась уже несколько раз. Но я его наносила более пушистыми кисточками. И там вот этой вот от Essence, вот этой вот от Morphe. И такого не было. Сейчас я прям хорошо, знаете, в режиме реального времени я впечатлилась. И, по-моему, офигенный получился макияж. Очень красивый. Для тех, у кого вообще открытые веки, мне кажется, это вообще будет супер. Общее впечатление о палетке у меня положительные. Я не скажу, что в целом сильно улучшилось качество. Есть все же некоторые те же самые проблемы, с которыми я сталкивалась и раньше. Но в целом картина намного лучше и красится намного приятнее. Возможно, это все из-за цветовой гаммы. Но, опять же, я повторюсь, у меня в целом очень положительное восприятие этой палетки. Давайте я теперь пройдусь по критериям. Итак, первый пункт – универсальность. За универсальность я бы поставила три, потому что здесь есть вообще все. И даже, мне кажется, есть кое-что лишнее. Здесь есть такой оттенок, вот этот второй. Я частично, наверное, буду в процессе свочить. Вот, например, первый оттенок и второй. Это практически одинаковые оттенки. Только один, вот самый первый, это просто матовый. И он такой нейтральный. Второй чуть более теплый. И в нем есть блестки. Но они оба матовые. Эти блестки, естественно, нигде вообще не видны. Ну, они немного осыпаются там, по-всякому, вокруг. Но практически они незаметны. И вот так вот они практически тоже не видны на руке и на своче. Это просто, чтобы выровнять базу. Дальше для затемнения. Здесь есть вот целых три оттенка. И они достаточно темные. Они прям, их можно хорошо наслоить. Например, сегодня я затемнила вот этим вот самым крайним оттенком. Он у меня здесь вот прям вот типов затемнений. И его еще больше можно наслоить. То есть, и светлые есть, и темные есть, если говорить о базе. Также здесь есть переходные. Но переходные здесь, конечно, в своей такой гамме. То есть, вот есть такой розоватый, который, конечно, тоже может стать очень ярким. Потом есть такой вот тепло-оранжевенький какой-то. Потом вот такой есть. То есть, как бы переходные они тоже здесь продумали. Ну и есть разные дополнительные сияшки. То есть, я считаю, в плане универсальности палетка состоялась. Я ей, естественно, поставлю три. Да, надо напомнить, что три это у меня максимум. Я решила не распаляться там на десять, на пять. Потому что понятно, что один не очень. Два нормально. Три хорошо. И все. Зачем еще больше каких-то цифр? Теперь про реалистичность пигментации. Здесь интересная картина. Потому что, с одной стороны, светлые оттенки, они слабые. Они, понятно, что и в палетке кажутся они очень яркими, но и они на свочах достаточно слабые. Кроме, наверное, вот этого розового оттенка, который в зависимости от того, какую кистью вы наносите, он может быть более ярким, может быть чуть побледнее. Ну, то есть, вот светлые они, да, вот такие. Сейчас я посвочу. Например, вот этот оттенок, он такой светлый. То есть, вот они, видите, вот они, получается, что, с одной стороны, реалистичность пигментации присутствует, с другой стороны, я считаю, что они все же бледнее, чем могли бы быть. В то время, как, например, вот эти темные оттенки, они сильно пигментированы. Мне кажется, даже немного неожиданно. То есть, вот я сейчас посвочу. Вот, 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 да. То есть, они и там яркие, и когда свочишь, то они прям вообще, ну, они, конечно, видите, как, они суховатые, да, это точно, я их назвала бы сухими. Вообще, матовые здесь все сухие, но все это можно нормально растушевать, все это наслаивается. Я не вижу никакой проблемы, вот у меня даже с пальцев сошло, я считаю, это плюс, когда сходит с пальцев, это плюс. Как бы реалистичность пигментации, с одной стороны, есть, с другой стороны, она немножко, вот, из-за этих матовых, такая вот, не до конца, что ли, реалистичная. Теперь, что касается сияшек, то здесь у меня претензия только, наверное, к одному оттенку, к вот этому, который якобы дуахром. Вот он, видите, такой вот, все-таки дуахром, да, то есть, это как бы тот самый классический дуахром. Но, когда его начинаешь наносить, то дуахромности практически не видно, то есть, вот эта вот зелененькая часть, она вообще куда-то исчезает, и он смотрится просто таким коричневатым. Он красивый, на самом деле, но обман есть, все же обман есть. А все остальные сияшки, знаете, тоже их посвочу, особенно вот эти очень яркие сияшки, вот этот вот на мне сейчас, вот этот вот оттенок, они, мне кажется, очень хорошими, смотрите, они очень яркие, и все в них хорошо, ой, вот они прям, вот прям супер. Удачные, конечно, да, они сыпятся, ничего не скажешь. Они сыпятся, когда их наносишь, и у меня сейчас вот этот вот сюда немножко осыпался, и я его так и оставила, не знаю, как видно со стороны или нет, но там прям так нормально он осыпался. То есть, конечно, лучше, наверное, либо потом скотчем это как-то убирать, либо после, вернее, либо делать макияж глаз до того, как наносишь тон, но я так не люблю, поэтому сострадаю от блесток. Блестки все-таки, да, осыпаются, есть такой момент, но это не относится к реалистичности и пигментации. Я так вот сейчас думаю, думаю, что можно поставить за реалистичность пигментации, наверное, я бы поставила два, все же из-за того, что матовые достаточно слабые, хотя с другой стороны я этого и ожидала. Ну, такое сложное у меня смешанное ощущение, либо два, либо три. Да, ну давайте еще досвочи оттенки, которые я не посвочила, вот этот такой, ну, я считаю, что это простой такой вот оранжеватый оттенок, ничего в нем. Вот этот тоже такой милый, что-то я пропустила опять стен палец, и вот один этот остался не своченный, но это такие, я не знаю. Ну, оранжеватая тема, которая, наверное, уже многим надоела, и... Ну, вот смотрите, вот очень хорошо вот этот посвочился, очень красиво смотрится. Ну, и я думаю, заметно тоже, как все по-разному свочилось, одни чуть получше свочились, другие чуть похуже, разные, здесь очень разные оттенки по своим свойствам. К тушевке у меня нет претензий, потому что, возможно, я ожидала меньшего, но вот этими кистями рублев, я их все тут полюбила, я еще две кисточки жду, все получается хорошо тушевать. Да, вот у меня, наверное, сейчас вам видно, давайте приближусь, вот я думаю, что видно, что здесь есть такая небольшая вот косячная ситуация, что здесь вот не очень хорошо растушевалось, то есть получается как будто такая четкая граница. Это все вот этот оттенок, то есть он с одной стороны вроде бы как бледненький, но с другой стороны он как-то не очень хорошо у меня сюда втушевался, ну и вот этот может быть, ну то есть вот такого типа оттенки, они не очень хорошо у меня уходят в кожу, несмотря на то, что я в качестве переходного сначала нанесла вот этот вот оранжевенький, то есть я его нанесла и потом сверху попыталась тушевать, и как бы я ни тушевала, все равно это у меня не превратилось в такую вот легкую дымку, и я в итоге оставила так, как есть, ну и вообще не такой я макияж задумала, но вот что-то такое вот я сотворила. То есть если говорить о тушевке, то наверное именно вот этот оттенок и вот этот, то есть вот эти вот холодные зеленоватые, они хуже всего наверное тушуются, но опять же из-за того, что я ожидала наверное, что будет хуже, я как-то спокойно к этому моменту отнеслась, и вообще я обычно не особенно и жду, чтобы такие оттенки хорошо тушевались, поэтому наверное за тушевку я бы поставила 3, учитывая, что у меня раньше был хуже опыт с тушевкой, поэтому нормально все. За податливость я точно сразу ставлю 3, потому что у меня не было проблем с тем, как пользоваться этими тенями вообще, то есть особенно с самого первого макияжа, кстати я вставлю наверное картинку, но там ничего такого особенного, потом я снова повторяла, вообще меня здесь очень сильно привлекал вот этот вот оттенок, я его кстати свочила или нет, я еще забыла, свочила вроде, но он мне очень нравится, этот оттенок он такой вот переливающийся, вообще офигительный, красивый, красивейший металлик, такой серо-голубой какой-то, он в зависимости от того, какие вокруг оттенки получается, то более голубоватым, то более сероватым, очень красивый, очень мне нравится, то более зеленоватым, я не знаю, но очень офигенный оттенок, и вот я с ним сделала вообще наверное большую часть макияжа, то есть если я сделала 6 макияжей, то 3 из них точно я сделала с этим оттенком, то есть он у меня тут самый главный. Не было у меня никаких проблем, даже наверное лучше всего получилось, я не ожидала, что будут хорошо тушеваться вот этот темный оттенок, вот этот вот темный оттенок, они очень красиво смотрятся, я вот с этим делала, но я не сфоткала, потому что я еще использовала разные другие оттенки поверх, поэтому это получается не совсем тема этой порядки, то этот оттенок я использовала как основной, и он у меня отлично вообще втушевался, даже вот сюда наверх на нависание, так что возвращаясь к тушевке, и правильно я сделала, что поставила 3. Уникальность. Сложный момент с одной стороны, потому что когда видишь эту палетку, кажется, что нет равных, нигде ничего подобного ты никогда не видела, и вообще-то да, я конечно сейчас дальше еще кое-что скажу, но пока я хочу сказать, что если взять по четверочкам, то мне кажется, очень уникальные четверочки получаются, особенно вот эта четверочка, вот эта, вот клево красится по четверочкам, и еще знаете по рядам, я тоже пробовала по рядам краситься, ну кое-что еще хочется иногда добавить, но в зависимости от настроения. Теперь, если говорить о том, на какую палетку эта палетка похожа, то наверное многие говорили, если вы смотрели обзор на эту палетку, то заметили, что многие говорили, что она похожа на Lime Crime Venus XL 2, у меня ее нет, но у меня есть от You Can Be, вот эта палетка, ну я не знаю даже, ну может быть как бы по идее есть какие-то пересечения, хотя я не вижу, чтобы прям особенно, здесь все же побледнее тема, понежнее, здесь есть еще всякие такие темненькие оттенки, мне сейчас в голову пришла вот эта палетка больше, мне кажется, что она ближе, то есть это Venus XL 2, вот она может быть чуть поближе, ну не знаю, то есть с одной стороны, конечно, нет никаких таких уникальных оттенков, по сочетаемости и тому, как они расположили в палетке, мне кажется, она вполне уникальна, я ж тут не знаю еще какой-то такой палетки, на которую она так бы и сильно была похожа, так что три за уникальность, это максимум. Эмоциональная составляющая, важный момент, да, я три поставлю за эмоциональную составляющую, то есть максимум, потому что мне нравится эта палетка, да, есть какие-то моменты, что я там иногда бывает чуть подольше с ней вожусь, но это обычно, когда я думаю, что я сейчас хочу соединить какие-то несоединяемые, наверное, оттенки, то есть когда я сегодня решила почему-то для вот этого оттенка использовать базу, вот этот холодный, то есть, естественно, я долго провозилась, когда мне такой бред в голову не приходил, я легко, очень быстро красилась этой палеткой, то есть взять просто по рядам или по четверкам, и все хорошо получается, не нужно вообще долго сидеть и краситься. Я, кстати, забыла сказать, что тени здесь пылят, и давно у меня так тени не пылили, наверное, последний раз у меня пылила палетка так же сильно, вот эта от Huda Mint, вот серьезно, мне кажется, что она пылит точно так же, как эта, да, или эта пылит точно так же, как эта, одинаково они пылят, но эта NYX, эта Huda, все прицепились, но я нормально все равно люблю эту палетку тоже, а так давно что-то я не припомню, чтобы у меня сильно так пылили тени, то есть их набираешь, и они пылят, но они не осыпаются, то есть матовые не осыпаются, да, здесь с шиммерными такая вот тема, ну, с металликами, в которых вот прямо эти вот блестки есть. Что касается стойкости, я на разных базах носила эту палетку, я даже носила на консилере Катрис Камуфляж, который в шайбочке, сейчас он у меня в ходу, и я скажу вам, что он мне очень нравится, и некоторые тени на нем одном держатся без всяких баз, так вот, эти тени у меня держались, ну, сейчас я в основном дома нахожусь, то есть нагрузки такой нет, то есть я там ни потею, ни мерзну, ничего такого не происходит в основном, и, конечно, наверное, получше держатся тени, но иногда бывает все равно, то есть какие-то тени даже в таких тепличных условиях все равно не очень хорошо себя проявляют. Эти тени хорошо держатся, на всех базах они у меня все нормально держались, вообще никаких проблем, и на Супербонд я, естественно, наслаивала вот этот вот оттеночек, моя любовь, а, ну да, я же в том макияже, который я сюда вставлю в это видео, я там как раз это и делаю. У меня положительные впечатления, я не думаю, что, конечно, я теперь ринусь и буду покупать все тени от бренда NYX, но если они выпустят что-то такое интересное по цветовому сочетанию, то я совсем не против, и такой маленький формат мне тоже очень нравится, то есть маленькая палетка и целых 16 оттенков, мне кажется, это вообще очень мило, и у меня еще иногда с этой палеткой возникают такие отношения, это, кстати, относится к эмоциональной составляющей, и что? Когда начинаю ей краситься, мне на следующий день хочется снова ей краситься, и потом снова и снова краситься. И хотя я чередовала, потому что, хоть я сделала 6 макияжей, но она у меня уже больше недели, то есть у меня еще другие там палетки, и Наташа Ильнона, да, то есть я какими-то другими тоже красилась, я когда приходила на другие палетки, потом я что-то как-то с неохотой возвращалась к ней, но потом, когда я возвращалась, то снова мне хотелось только ей одной краситься. Вот такая порядка, я считаю, что тени NYX все-таки улучшились, они стали получше, да, это, конечно, не то же самое по качеству, что их помады, мне нравится их помады намного больше, то есть помады NYX это да, это супер, хотя я сейчас накрасилась бальзамом от NARS, да, вместо того, чтобы помады от NYX, ну ладно, я перепутала, забыла, то есть я считаю, что они потихонечку растут, я считаю, что они достаточно медленно растут, но тем не менее, и если они будут с такими интересными гаммами периодически выходить, то очень даже неплохо, я знаю, что у них однушки хорошие, но я никогда их не покупала, я думаю, что у меня получилось в достаточно исчерпывающем видео, я рассказала вообще все, что думаю об этой палетке, так что когда она у нас появится, и если она вас привлекает по цветовой гамме, но вы немного переживаете по поводу оттенков, то я вам скажу, что да, это будет, конечно, не супер, и это не уровень, может быть, современных, более дорогих теней, конечно же, хотя палетка стоит где-то 1200 рублей на наши деньги, да, могли бы быть и получше, это все-таки все еще NYX, но это уже какой-то шаг вперед, то есть что-то можно сделать, и красивые, очень интересные цветовые идеи получаются, я думаю, что все, хватит, я уже тут наболтала очень много, на этом все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, всем спасибо за внимание, пока!